Мобильный пункт в поселке Володарского на час расположился у дома 25 под центральной улице. Здесь местные жители могли сделать прививку от коронавируса быстро и без записи. После прививки может быть небольшое повышение температуры, болезнь с мести инъекции. Температуру сбиваем парацетамолонурафен, то есть если вы себя чувствуете плохо, допустим, если 37 и 5. Галина Георгиевна Котельникова живет неподалеку и как только узнала о приезде мобильной бригады, поспешила на прививку. Все привились, и внуки тоже, в том числе. Но я сначала думала, что мне не надо, а потом все привились, и я привилась. И потом в сентябре я собираюсь съездить на море. А, и чтобы спокойно отбираться? Спокойно, да. Анна Родионова тоже решила привиться перед отпуском. Скоро, говорит, ей выходить на работу из декрета. Контактов прибавится, а рисковать своим здоровьем молодой маме не хочется. Мы не боимся, но как бы необходимо, чтобы не болеть. Все-таки дети, ну страшно, потом последствия. Увы, не всем в этот день удалось вакцинироваться. Очень хотела, очень долго решалась. Вот, ничего не получилось. Почему? 37-4 температура. Слышка, подождать, посмотреть, да? Да, да. Понаблюдать за собой день-два и потом приходить так же. Светлана Игнатова считает, что просто перегрелась на солнце, пока ожидала своей очереди. Но правило есть правило. Прошло сегодня 13 человек, но было три медотвода. То есть при обследовании пациента мы выявили, что у них повышенная температура, что является медицинским отводом. Рекомендовали им недельку за собой понаблюдать. Если температура у них будет в пределах нормы, они могут вакцинироваться в стационарном пункте вакцинации в Молоково. Все 13 жителей поселка привились первым компонентом вакцины «Спутник Ви». Вторую прививку они смогут сделать 28 июля с 12 до 13 часов по тому же адресу. Впрочем, в мобильном пункте будут ждать и тех, кто только решился на вакцинацию. У медиков будет оба компонента гам-ковид-вака. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, ВиднетВ.